В то роковое утро Уильям Родригес не должен был быть на работе Он попросил выходной Но ему отказали Было много дел В момент катастрофы он только что заступил на смену в Северной башне Нас было 15 человек Мы собрались в служебном помещении В подвале, чтобы распределить работы на день И вдруг раздался взрыв Он был такой мощный, такой громкий Что нас подбросило вверх Первое, что пришло мне в голову Это то, что в серверном помещении, которое было над нами Взорвался генератор Я высказал свои мысли вслух И через 6-7 секунд после этого Мы услышали другой взрыв, который раздался откуда-то сверху Все здание зашаталось Родригес – выходец из Пуэрто-Рико Он работал во Всемирном торговом центре 19 лет Отвечал за содержание и безопасность Лестничных пролетов 110-этажной Северной башни Утром 11 сентября Он оказался единственным человеком У которого был главный ключ От дверей лестничной клетки У Всемирного торгового центра было всего 5 универсальных ключей Один из них был у меня Его называют ключом надежды Люди с остальными четырьмя ключами убежали Хотя они были обучены спасать людей А у меня этот ключ оказался после несчастного случая Я упал с лестницы в 1996 году И администрация решила, что мне нужен такой ключ Чтобы я смог позвать на помощь Если опять окажусь в такой ситуации Я даже не подозревал, что однажды это спасет жизни сотен людей Как только Родригес выбежал на улицу и понял, что происходит Первое, о чем он подумал, были его друзья Они остались на 106-м этаже в ресторане «Окна в мир» Они почти каждый день кормили его завтраком бесплатно Но утром 11 сентября он немного опаздывал и пропустил его Я знал, что они в ловушке А когда у тебя есть друг, на тебе лежит ответственность И что двигало мной, так это отчаяние в попытке добраться туда Плюс у меня был единственный инструмент, который мог им помочь в тот момент На свой страх и риск Уильям вернулся в башню И начал помогать уже приехавшим на место пожарным Показывая им дорогу и помогая открывать двери своим ключом надежды На 33-м этаже я обнаружил на полу девушку Светлые волосы, босая, в красном платье Ее все трясло Я спросил, что ты здесь делаешь И она сказала, а я новый сотрудник и не знаю, что делать Я отвел ее на лестницу Там спускалось двое мужчин И я попросил их взять ее с собой Она ушла с ними, а я продолжил свой путь Уже позже, выйдя на улицу с очередной группой пострадавших Уильям Родригес обнаружил незнакомку в красном на полу Для него это был самый запоминающийся образ того трагического утра Когда я посмотрел себе под ноги Среди многочисленных тел, лежащих на асфальте Я узнал ту девушку в красном платье И ее перерезало пополам, как гильотиной Я был в шоке Боже, какая несправедливость, я же спас тебя В этот момент я услышал крики Беги, беги Я посмотрел вверх и увидел, что здание начало складываться, как карточный домик Когда башня обрушилась Родригес чудом выжил, нырнув под пожарную машину Его достали всего в пыли, заваленного обломками, но живого Всего за несколько минут до этого он оттащил жертв в безопасное место До событий 11 сентября я был иллюзионистом Я выступал на сцене, а во Всемирном торговом центре я просто подрабатывал У меня была цель стать известным фокусником Тем более, что моим учителем был удивительный Рэнди Один из лучших в мире Именно он учил Дэвида Копперфильда Я и подумать не мог, что моя жизнь резко изменится таким образом После трагедии Уильям Родригес стал не просто выжившим Он стал активистом, выступающим за налоговые льготы для жертв и стипендии для детей, потерявших родителей во время терактов Он также сыграл ключевую роль в создании групп поддержки и программ финансового восстановления пострадавших Я потерял 200 друзей 11 сентября 200 друзей, которых я больше никогда не увижу Это дало мне мотивацию и энтузиазм работать на благо общества Это стало моей миссией Я выжил, а они нет Так что же мне делать с этой возможностью, которую мне дала жизнь? Мне нужно помогать другим У меня над кроватью висит табличка с вопросом Кому ты сегодня помог? И как бы тяжело мне ни было, я знаю, что я нужен кому-то еще Оставшиеся без ответа вопросы о терактах 11 сентября тяжело давили на него Особенно о взрывах в подвалах, которые он и другие слышали И о том, почему башни упали так быстро, что он даже сравнил это с контролируемым сносом И каково было мое удивление, когда вышел итоговый отчет без упоминания моего имени или моей истории Хотя меня приглашали в Белый дом Почему так произошло? Потому что я говорю о взрывах в здании Потому что я говорю о том, что видел одного из террористов в здании за несколько месяцев до этого В деле очень много нестыковок Неудовлетворенный результатами расследования Родригес подавал гражданский иск против администрации Буша Обвиняя его в заговоре и халатности в предотвращении терактов Дело в итоге прекратили, по соображениям национальной безопасности У меня на спине башни свободы, на месте которой хотели сделать просто кладбище Но люди сказали, нет, давайте восстановим нацию и покажем террористам, что мы сильнее их Ну и еще один важный урок – это то, что семья и друзья – самое важное в вашей жизни Трагедия 11 сентября навсегда изменила жизнь Уильяма Родригеса Его личная миссия – не только сохранить память о тех, кого он потерял Но и добиваться правды и справедливости для всех пострадавших Сегодня он продолжает свою борьбу, подчеркивая важность сострадания, стойкости и силы воли Его история – это напоминание о том, что героизм не заканчивается на моменте подвига Кэт Покрас, Сергей Евко и Сергей Голубничий RTVI US, Нью-Йорк